Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Колян, и сегодня у меня новенький очередной видосик для вас. Да, я понимаю, что сейчас уже на YouTube очень много видеообзоров, связанных с iPhone XS, iPhone X, но поскольку у меня во владении появился iPhone XS, к тому же версия на 256 гигабайт, и я им пропользовался практически месяц, я так подумал, почему бы заснять свой такой видосик от Коляна. И расскажу вам свои впечатления, поделюсь с вами информацией, которую знаю. Самое главное, наверное, расскажу вам свою точку зрения. Советую досмотреть это видео до конца, потому что я отвечу, наверное, на многие интересующие всех вопросы, потому что часто меня друзья спрашивают, ну, друзья, знакомые, Колян, посоветуй, что нам лучше купить, iPhone X или iPhone XS, потому что разницу мы особо не видим, а по деньгам эта разница существенная. И как раз-таки в конце ролика вы можете задать себе резонный вопрос. Насколько критичны для меня, как для пользователя, вот эти отличия? Да, я вижу, что они отличаются так-то, так-то, так-то. Насколько для меня это будет существенно? Есть ли смысл переплачивать? И давайте я вам постараюсь это все рассказать, объяснить, а вы дальше уже сделаете для себя какие-то выводы. И в этом во всем как раз-таки разберемся. Поехали! Предлагаю сегодня зацепить сразу же несколько моделей, так, по чуть-чуть, начиная от 10-го iPhone и заканчивая XS Max. Почему именно так? Потому что эти модели, они имеют все стилистику 10-го iPhone и так или иначе у них есть много общего. Но сказать какому-то другу или знакомому, что бери именно вот эту модель, а не эту, так не получится. Нужно разбираться в каждой модели и делать сравнение конкретное. То есть конкретно эту модель вы сравняете с этой, конкретно эту с этой. Вот таким вот образом. И давайте сейчас я десяточку уже уберу и оставим XS Max. iPhone XS оставим и мы его сейчас распакуем, посмотрим, что у нас там в комплектации. Но это все очень быстренько получится. Поехали! Так, снимаем первый слой. Это очень напряжно. И коробка в коробке. Вот он. Красивый. Как iPhone X. Ну, собственно, сейчас мы это все сравним. А в комплектацию у нас входит блок питания, проводные наушники с разъемом Lightning. В этой версии уже убрали переходничок на стандартные наушники. Кабель Lightning. Ну и, собственно, здесь у нас идет вся вот эта вот макулатура, наклейки. Ну, все как обычно. И скрепка. Итак, друзья, перед вами iPhone X и XS. И с первого взгляда так сразу и не скажешь, какой из них X, какой XS. Внешне они одинаковые. Казалось бы, что вроде как должны подойти чехлы от X на XS. Но из-за того, что модуль камеры немножко сдвинули, у нас чехлы некоторые, ну, допустим, если мы берем оригинальные, то оригинальный чехол не подходит ни силиконовый, ни кожаный от прошлой модели на новую. Сторонние бренды сейчас делают чуть больше вырез и поэтому они совместимы идут. То есть можно их одевать и на XS, но старые чехлы, которые выпускались конкретно для XS, они на XS уже не подходят. Ну и точно так же на новый, если брать чехол какой-то типа оригинального, то на XS он тоже не подойдет. Основные изменения по корпусу. Вот такая вот антенка на XS, она присутствует. На XS здесь ее нет. Ну и точно так же снизу. На нижней стороне здесь есть у нас антенка в виде вот такой вот черточки. На XS ее нет. Вот все, в принципе, отличия. Внешне два телефона абсолютно одинаковые. Теперь давайте поговорим о функционале. Итак, друзья, iPhone XS и XS Max отличаются только лишь размерами, но и, собственно, самим дисплеем. То есть XS Max это самый большой iPhone в плане экрана за всю историю компании Apple. И поэтому мы будем эти две модели обобщать. То есть делать сравнение уже конкретно с моделями XR, с десяткой, но XS и XS Max мы будем именно обобщать. Итак, самые главные отличия. Это, конечно же, дисплей. Дисплей Super Retina у нас сейчас. Используются еще более темные тона, еще более насыщенные краски. Далее, следующее, что у нас есть, это новое поколение Face ID. Второго поколения уже используется сканер лица. Создается все так же 3D-модель, но срабатывает эта функция еще быстрее. Следующее, что у нас отличается, это, конечно же, камеры. Камеры основная и фронтальная стали снимать еще намного лучше. К тому же на фронтальной камере у нас появилась стабилизация. Но помимо всего у нас еще появилась такая полезная функция на основной и фронтальной камере, как изменение глубины резкости. Что же это такое? Это то, что когда вы фотографируете в режиме портрета, вы можете отредактировать задний размытый фон. Если вдруг поняли, что слишком сильно камера размылила волосы, там либо часть продуктов каких-то, которые вы фотографировали, ну, либо чего-то еще. А сейчас предлагаю посмотреть, как фотографирует iPhone XS в сравнении с iPhone X. Сейчас, друзья, я предлагаю посмотреть, как отличается видеосъемка в дневное время и в ночное на iPhone XS и iPhone X. И помимо этого всего на iPhone XS и iPhone XS Max стекло стало еще прочнее, чем на iPhone XS. Да, это, как всегда, никто не говорит о том, что оно не бьется, не царапается. Точно так же все бьется, царапается, но само по себе структура корпуса, вот этого экрана и задней панели стала еще прочнее, чем на десятке, собственно, на iPhone 8, там 8+. Также появилась очень полезная, прям крутая функция. Это защита от пады и влаги по стандарту IP68. То есть, если кто-то из вас может сказать, что, а, я купался там со своим iPhone X, ему ничего не было, но я считаю, что вам просто-напросто повезло, потому что купаться с ним как раз-таки не очень-то было хорошо. А вот iPhone XS и XS Max спокойно может пролежать в любой жидкости на протяжении до получаса и на глубине до двух метров. Так сказали в самой компании Apple на презентации. Само собой, в iPhone X и iPhone XS отличается процессор. В XS используется A12 Bionic, и он намного, конечно же, мощнее, менее потребляемый, поэтому у вас заряд будет садиться намного меньше, чем в iPhone X. Ну и, собственно, в iPhone XS Max то же самое. Такой же процессор, как на XS. И самая главная, отличительная особенность, это же, конечно, золотой цвет, потому что в десятке золотого цвета не было. Беря iPhone XS, допустим, покупаете вы какой-то новый, можно выбрать золотистый, либо серебристый, либо же серый космос. Но если вы возьмете золотой, со стороны сразу будет понятно, что у вас новиночка. Теперь, что по стоимости. Стоимость я взял с официального сайта Apple в России. iPhone XS стоит 89 481 рубль. Очень странная цена, на самом деле. Но XS Max стоит 98 634 рубля. Да, вот такая вот есть разница, чисто за экран. На сегодняшний день iPhone X на сайте Apple нету, но я нашел в розничных магазинах, в других, не на сайте Apple. Ну, средняя цена 63 990. Это, чтобы получить RST-версию. Опять же, в чем разница, вкратце скажу, что приобретая RST-шные iPhone, вы получаете гарантию 1 год международной и плюс 1 год, если вы находитесь на территории России. Итак, мы выяснили, что iPhone X и XS разница получается аж в 25,5 тысяч рублей. А если Max рассматривает, то еще больше. Давайте теперь еще рассмотрим альтернативный вариант. Это, конечно же, XR, как вы уже, наверное, додумались. iPhone XR отличается большим выбором цветов. То есть, это порядка шести цветов. Получаются синий, красный, желтый, черный, белый, коралловый. Ну, вроде бы все назвал. И, конечно же, самое главное отличие – это дисплей. Дисплей – самый лучший в мире IPS-экранов. Люкфит Ретина. И этим-то славится как раз-таки iPhone XR. Он не сказать, что будет хуже, чем OLED-экран на iPhone X, XS и X Max. Он не сказать, что лучше. Это просто принципиально другой экран, который выдает просто другие оттенки, другие цвета. Но все-таки это самый лучший IPS-экран за всю историю вот такого поколения матриц. Почему именно XR я предлагаю как альтернативный вариант? Потому что здесь вы получаете точно такую же производительность, как в топовых моделях на сегодняшний день. То есть, в iPhone XS и XS Max. Вы получаете точно такой же функционал, но за исключением некоторых особенностей. И давайте я вам сейчас уже о них расскажу. Здесь вы получаете экран 6,1 дюйм. В отличие от XS и XS, там вы получаете 5,8. Также отличие получается то, что идет алюминиевая рамка. Но это для тех, кто прям любит без чехлов носить и хочет полностью ощущать всю вот эту структуру корпуса телефона в руках. Ну и отличается один модуль камеры. Да, здесь тоже есть режим портретной съемки. Просто он реализован за счет соцпроцессора и программного обеспечения. Ну что же, друзья, надеюсь, вы поняли, чем же отличаются все эти модели. А самое главное, отличие десятки от XS. И на сегодняшний день я вообще считаю, что самая, наверное, правильная логическая покупка это будет iPhone XR. Вот на сегодня это конец февраля 2019 года. Потому что очень хорошее идет соотношение цены и качества функционала. Если же, конечно, у вас там есть какие-то завалявшиеся деньги, там 20-30 тысяч рублей, а то может быть и 40, то можете спокойно рассматривать все XS, XS Max, но это, знаете, просто уже, так скажем, для тех, кому хочется прям топчик. А так вот десятку на сегодняшний день я бы вообще не рекомендовал бы рассматривать. Ну и, собственно, если же вам не нужен телефон просто для понтов, что типа у вас последняя модель, многие так, наверное, размышляют, что я хочу десятку только лишь потому, что эта модель очень похожа на XS. И я хочу вот именно ее. А XR мне как-то вот не нравится. Вот я вам скажу так, вот если, представьте, такую ситуацию вот на секундочку. Если убрать X и XS iPhone оставить только XR и XS Max и стоимость, допустим, разницу в 50 тысяч рублей, какой бы вы выбрали? Естественно, все бы брали бы XR. Потому что в свое время, когда вышли XR и XS Plus, все брали XR, мало кто из людей брал плюсы. Да, не исключено, такие люди тоже были, их было много, но большой вот именно поток, наверное, клиентов в магазины, всякие Apple и розничные какие-то магазины были именно за iPhone 6. Точно так же было и с 6S, и с 7-ками, и с 8-ками. Ну, вот как-то так. Сейчас, конечно, модельный ряд уже стал более обширный и появилась сложность при выборе. Но я вам уже рассказал, что я об этом всем думаю. На сегодняшний день, если бы я пошел в магазин покупать за свои собственные какие-то деньги и выбирал бы, каким мне взять модель, ну, какую модель мне купить для того, чтобы пользоваться, я бы, наверное, спокойно бы взял бы XR, потому что я сразу вижу, что это будет вот правильное решение. Ну, на сегодня это, друзья, все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, вам огромное всем спасибо. И, конечно же, пишите свое мнение в комментариях, если хотите что-то добавить, что-то свое написать. И, конечно же, подписывайтесь на канал, буду всех рад здесь видеть. Всем на сегодня все, желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok